Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкис и мы возвращаемся в открытый космос и продолжаем следить за развитием событий в истории простого мужика и его суперкурицы в игре Брэсидж. Поехали! Друзья, в прошлой серии мы с вами стали свидетелями довольно странных событий. Похоронный лайнер без названия компании Брэсидж потерпел крушение в открытом космосе при загадочных обстоятельствах. Выжил лишь наш главный герой и теперь ему нужно разобраться во всем произошедшем и дождаться спасателей, которые прибудут чуть больше, чем через 4000 лет. Ничего страшного, ждать мы умеем, это несложно. Что ж, давайте продолжать. Много всего мы с вами в прошлой серии наделали интересного, сделали немножко улучшений для нашего костюма. Давайте залетим по полным кислород и продолжим исследование открытого космоса, поиски полезных всяких ресурсов, полезных предметов. Нам много нужно обследовать в этой серии, я уже заведомо поставил точки здесь. Допустим, там у нас с вами краска, там у нас с вами стекло. Эти все места нужно посетить, но мы постараемся посетить сейчас пока ближайшие места, потому что еще много всего интересного окружает нашего героя здесь. И начнем с вот этого места, вот здесь вот неподалеку. Есть тоже какие-то места интереса, давайте заглянем сюда. Летим на тяге, сделали такую штуку в прошлой серии себе при помощи протухшей шаурмы. Похоже, что они играли во что-то зубодробительное. Шикарно, фаталити, отлично. Отсылочки здесь, конечно, мега крутые на самом деле. Так, давайте прочитаем, что это у нас такое. Мортал Вомбат. Интересно, легендарный файтинг на лучшей консоли. Мечта всех парней на всех планетах. Кровь, кишки, полуголые тетки и стальные мышцы Вомбата. Все, что нужно для счастья в 15 лет. Да, они чертовски правы на самом деле. Брать мы не будем. А, ну, кстати, можно повернуть. Интересно, с той стороны есть что-нибудь? Нет, ничего нет. Брать не будем, потому что это нам не очень нужно. Так, что это такое? Медок. Ммм, любишь медок, говорится, люби и холодок, да? Пиво, чувак. Причем мяты. Судя по застрявшим волосам, расплющили ее об голову. Да, это из серии, почему ты одним ударом все время бьешь, скорее всего. А вот нерасплющенная банка чувака, давайте посмотрим. Самая дешевая пойла, которая литрами хлещет все настоящие космические волки. Неизвестно, из каких отходов варится эта жижа. Тем не менее, пиво отличается приятным мягким вкусом гудрона и ароматом свежего помета дикобраза. Прекрасное пивко. Сканировать, смотрите. Давайте отсканируем, может быть, нам эта штука пригодится. Большой телевизор, смотрите-ка, мы с вами получили, да? Ну-ка, друг, а что у тебя здесь? Джойстик от самой популярной консоли. А мы тыкали в эти кнопки часами, и пока пальцы не заедало. Хорошее было время. Пальцами заедало, это точно. Наверное, это самое правильное определение. Так. Болтики, смотри-ка ты, как мило. Прикольно. Так, а что у тебя, братан, есть? У тебя то же самое, да? Да, то же самое ролик. Да, настоящая фейталити здесь у нас случилась с этими ребятами. Хорошо, давайте соберем проволочку. Пока берем все, что видим. У меня с собой есть кислородный санкс. Кстати, а что тут это такое? Разбить. Да, хочу. Я не знаю, что это. Там внутри какая-то жижа. Сопли какие-то. А, так это медок, смотри, это банка с медом. Ха-ха, здорово. Берем. Сможем делать, наверное, себе улучшенную еду, мне кажется. Сейчас мы это все с вами проверим. 22 кислорода, все. Вернемся в челнок. Поставил меточки для удобства, цветные. Чтобы быстро в пространстве ориентироваться, челночок сделал зеленым. Как сушка-челночок, когда полежит немножко в хлебнице подольше. Пойдем посмотрим, какой медок можем делать. Может, сфарганим себе какую-нибудь вкусную еду. Да, сладкий набор, смотри-ка ты, голод, ну жажду минусует, ну голода много восстанавливает, да? Лед и медок нужен. Ну, как вариант, конечно, можно, наверное, одну штучку сделать, да? На пробу, так сказать. Ресурсов зацените сколько вообще, тонно просто. Шикуем, как можем. Давайте сделаем одну штучку на пробу, потом покушаем, когда придет время. Так, вот медок, наверное, нам надо выбросить. Пришло время нам устроить настоящий склад здесь себе. Выбрасываем пока вот это все. Потом будем копаться тут в куче, в этой куче мусора. Искать, что тут наши, а что нет. Погнали дальше. Исследуем вот этот обломок, продолжаем рассматривать все интересности, полезности и так далее. Здесь у нас что? Здесь стандартно, есть немного металла, есть контейнер. Но пока, наверное, я ничего не буду брать, потому что у меня уже, честно говоря, все под завязку. Единственный момент, вот здесь еще немножко посмотрю, все ли я тут, все ли я тут нашел. Может быть, да. Вот это тоже баночка чувака, наверное, да? Да. Хорошо, давайте вот сюда тогда залетим, посмотрим, что у нас здесь. А в грозовых трюмах лайнера без названия перевозилось множество разнообразного товара. Всемирное похоронное агентство Брэссидж арендовало лишь малую часть помещений корабля в рамках рекламной кампании и не имеет к этим товарам никакого отношения. Угу, отлично. Так, снова труп. Кстати, его можно затащить к себе на корабль, правда, не знаю, зачем это надо. Ну, допустим, сделать себе какого-нибудь такого пятницу, как сделал Эрбинзон, да, в своей истории. Чтобы не скучно было. Значит, смотрите, туда, наверное. День ломков вокруг противоречит базовым законам физики. Либо кто-то забыл про логику, либо это аномалия, образовавшаяся в радиусе разрушенного ядра лайнера. Вероятнее всего. Так, подождите. Давайте вот сюда заглянем. Кстати, металл прихватим. Все-таки не будем брезговать вот этими кусочками. Потому что в противном случае придется его просто добывать и терять время на это тратить. Да-да-да-да-да, я знаю-знаю-знаю. Поэтому я лечу на шаурмичной тяге прямо назад. А-а-а, да ладно. Нет, нет-нет, друг, ты должен. Давай, давай, газку поддай. Горошко засыпь там в бензобак. Залетай уже, залетай ты что за... ХП потратил, гад. Проклятущий. Так, хорошо, хорошо. Сохраняемся периодически. У меня вот тут меточка горит. Под названием Извращенец. Там то ли расследование нужно провести, но я нашел еще там парочку записок. Не знаю, честно говоря, как-то метка осталась, но она как метка интереса, скорее всего. Ну что ж, друзья, теперь мы с вами, наверное, сделаем дальнюю вылазку вот сюда на 800 с лишним метров для того, чтобы попытаться найти там краску, которая необходима нам для крафта нашего костюма. Ну что ж, погнали. Будем ставить кислородную станцию, которую заведомо следовало бы куда-нибудь поставить, на какую-нибудь кнопку. Чего я не сделал. Ну да ничего страшного. Кстати, что вот это такое? Все время хотел подлететь и посмотреть. Если суметь взорвать свое тело... Что это такое? Стероид. Разбить? Нет, 200 с лишним прочности. Не хочу сейчас. Вспышка могут заменить спасателей. И ты... Да, да. Появилась у нас еще в прошлой серии некая детка, которая вечно подбивает нас на всякие непонятные авантюры, связанные в основном... С чем? В основном с потерей нашей жизни. Всевозможными разными интересными и не очень способами. Типа, сними, пожалуйста, шлем. Может быть, ты будешь лучше меня слышать в космосе, да? Например, взорви свое тело, чтобы вспышку заметили спасатели и так далее. В общем, детка та еще. Конфетка здесь, как я понимаю. Так, смотрите, мы долетаем спокойно с вами вот до сюда. Ну, не совсем еще. Полпути мы проходим, но кислородную станцию мы ставить обязательно будем. В противном случае просто мы здесь задохнемся и умрем. Вот еще там обломки есть, но к ним мы обязательно слетаем. Сейчас нужно какую-то цель поставить себе на серию и ее выполнить. Так, давайте, значит, наверное, вот уже здесь поставим кислородную станцию, да? Если данная станция не взорвется, ваши инженерные способности будут пересмотрены. Рекомендуется исследовать ближайшие окрестности в поисках средств защиты от радиации для полета в зону эвакуации. Хорошо, значит, смотрите, у нее есть некий запас кислорода, который впоследствии мы с вами сможем пополнить. Обнажено большое скопление токсичного красящего вещества. Если найти емкость данного вещества, можно получить необратимое повреждение мозга, а также улучшить защиту скафандра от радиации. Хорошо. Здесь нам нужно найти краску, друзья. Краска, которая нам впоследствии позволит скрафтить более лучший костюмчик. Но здесь что-то еще должно быть помимо краски. Металл. Нет, он меня пока не интересует. Стоп, стоп, стоп. Смотрим, что здесь. Вот это что такое? Разбить. А, свинцовая пластина. Вот это, кстати, нам нужно. Обязательно. Бьем. Ломаем. Трепим. Бак с краской. Где-то вот здесь, да? Добыть краску. Требуется дрель. Да ладно? Серьезно? Дрель есть? Есть дрель. Отлично. Лом зачем выкинул? Подбери. Дрель прочно спять. Это чертовски негативный момент. Мы с вами много не добудем. Вернемся, наверное, пополним кислород. Блин, не так немножко я ее поставил, конечно, эту станцию. А вернемся ли? А пополним ли? Вопрос. Ну, по идее, должны. Да ладно тебе, не паникуй. И меня не паникуй вместе с собой. Но, в принципе, мы с вами насверлили необходимое количество краски. Я не помню, сколько нужно для крафта костюма. Так, зарядить можно кислородом. Для этого, кстати, генератор кислорода у нас есть. Или как-то так он называется. Давайте-ка вспомним название. Быстро. Кислородный генератор. Да, так и есть. И вернемся опять сюда. Попробуем дальше изучить. Там что-нибудь еще найти. Впоследствии у нас появится, конечно, классный транспорт. Пылесос, по-моему, такой. Мотоцикл-пылесос. Потом вообще автомобиль у нас будет запорожец. Но переделанный на манер этой игры, конечно же, как настоящий космический транспорт. Жалко вот тяга шаурмичная у нас такая, да, пока еще плохо работает. Подсобираем вот этого всего дела. Так, лом, лом, лом. Где? Вот он. Специально затарился. Еще есть кусочки? Нет. Два кусочка добыли. Хорошо. Еще один баг вижу с краской. Не знаю, успею ли, смогу ли. Вопрос. А есть, может, где-то кислородик? А вот это было бы очень кстати на самом деле. Блин. Нет. Я, скорее всего, сейчас не долетаю обратно. Жесть, 30 осталось. Да. У меня есть свеча, конечно, на этот случай. Чтобы по-быстрому пополнить кислород. Ну, не знаю. Попробуем сейчас. В крайнем случае, у меня еще с собой две аптечки. Если что, мы с вами аптечкой сможем затариться. А я не долетаю, конечно, сейчас. Ну, ладно. Тогда давайте, наверное, мы с вами вернемся обратно все-таки. Дотянем до станции сколько сможем. Немножко потратим даже здоровье. Ничего страшного. Потом восстановимся аптечками. Здоровье. Конечно, лихо убывает так-то. Надо было две брать, потому что одна нужна внутри, конечно же. Внутри вот этой всей бодяги с краской гигантского бака. Но мы с вами набрали немножко краски. Я надеюсь, что нам хватит. Потому что если не хватит, это будет чертовски обидно. Нам придется, наверное, возвращаться туда. Сколько я подсверлил краски? Две штучки. Надеюсь, хватит. Ладно. Посмотрим. А что ты висишь-то в воздухе, друг? Ты что, сдурел? Ха, вот это ты дал. А, я инвентарь включал, да, скорее всего, функция вот от движения сбилась. Это может стоить нам жизни, на самом деле. Во время крушения челнок был заполнен краской. Вычистить ее изнутри не смогли бы даже в сервисном центре. Ремонт невозможен. Сама краска также не имеет ценности после замерзания. Угу. Зачем только она была нужна, непонятно. Ну да ладно. Нет, в принципе, дотягиваем, наверное. 35 кислорода есть у нас с вами и 130 метров остается. Я думаю, что дотянем спокойно. Газку, газку, братан, газку. С другой стороны, друзья, мы выживаем, да, как говорится, они выживали как могли. И мы выживаем как можем. Всю краску я собрал, не всю, сейчас будем смотреть. Сейчас мы в этом с вами убедимся. Попробуем скрафтить себе... Нет, желтая вода, композитные ресурсы. Вот, смотрите, свинцовая краска. Вопрос, вопрос, о снаряжении. Вот что меня интересует. Здесь одна свинцовая краска нужна. Здесь две свинцовых краски нужны. Блин, горелый, смотрите, да, нам не хватает, е-мое. Ну ладно, ничего страшного. Мы сейчас еще кислородную станцию забабахаем себе, чтобы у нас внутри была. Так и так нам пришлось бы возвращаться. Что мы сможем сделать? Мы сможем сделать, наверное, вот этот скафандр, да, защита от радиации плюс 50. Давайте для начала сделаем свинцовую краску. А всего лишь две штучки получилось насверлить. К тому же нам нужно еще дрель сделать, у нас прочности слишком мало для того, чтобы там плотненько добывать. Я уже не все помню из прошлого прохождения, что нам нужно. Так, четыре алюминия и рулон. Рулон чего? Наверное, ткани, я думаю, да? Скорее всего. Так, медок, холодок. Давайте-ка вот сюда залезем. Здесь у меня есть все сразу. Четыре алюминия и рулон. Да, да. А ну-ка, костюмчик. Уровень защиты от радиации все еще недостаточен для полета к точке эвакуации. Необходимо еще лучше скепировку или нажать на пункт выйти из игры в меню вашего скафандра, что решит все проблемы. Хорошо. Так, смотрите, мы еще можем сделать фонарик и шлем. Шлемом мы сейчас как раз-таки займемся. Но давайте предварительно себе сделаем еще кислородную станцию. Нам нужна утолщенная изолента и алюминий. Кислородная свеча. Хорошо. А часом у меня нету? Кислородная станция готова? Нет. Значит, кислородная свеча есть. Есть алюминий и утолщенная изолента, которая валяется у меня где-то здесь. Так, так, так. Объекты станции. Делаем. Хорошо. Что у нас с ломом? 33 прочность. И еще один. 33 прочность. Хорошо. А теперь нам нужно сделать дрель. Инструменты. Дрель. Нам нужно очищенный металл, батарейка и утолщенная изолента. Это есть. Остальное есть здесь. Очищенный металл, батарейка. Хорошо. Так, аптечку, наверное, будем сейчас применять. Раз. Сделано. Давайте скушаем. Наборчик сладкий. Затестим его, как говорится. Далее мы с вами еще пару бутылочек возьмем, одну выпьем. Восстановимся полностью. Так, и что я еще хотел? Одна кислородная станция. Может быть, вот эту штуку взять? Кислородный генератор? Но пока вроде бы терпимо, да? Что он дает? По идее заправляет, но вот сколько он заправляет? Полностью? Не знаю, не помню. Сразу, наверное, давайте поставим дрель, которая получше, чтобы там не ковыряться нам с вами. Выкладываем свинец. Выкладываем металл. Кислородная свеча. Блин, полезная штука, чтобы просто так ее сейчас использовать, кушать, да? Давайте какое-то что посмотрим. Инструменты, предметы. Батарейка, металл. Ну, в принципе, в принципе, да? Не так уж и дорого она стоит. Давайте возьмем парочку с собой про запасик. Проверяем прочность наших предметов. Вроде все в порядке. Сканер. Да, все хорошо. Давайте одну вот такую штуку тоже захватим. Не будет она лишней. Все, можно выдвигаться. Аптечка. Ладно, хватит, наверное, одной. Я надеюсь. Сейчас мы с вами немножко захитрим и попробуем вместо интереса залететь вот сюда, где у нас появилось новое. А оттуда, может быть, дотянем до кислородной станции. Вообще, довольно лихо они заканчиваются. Смотрите, может, там высосали половину, да? Прикольно. Может быть, здесь мы с вами еще краску сможем добыть, кстати? И нам не придется туда лететь, например? Это было бы очень кстати. Да, смотрите, я вижу уже впереди свинец. Значит, это место было поближе. Но настоящие герои всегда идут в обход, друзья. И не ищут легких путей. Это что? Это ледяной шар. Нет, это не то. Можно ли здесь где-то красочку добыть? Сет является частной собственностью, и факт его вскрытия безразличен для Всемирного похоронного агентства. Всемирное похоронное агентство Бразидж. Мы заботимся о вашей репутации. Сетчатка не подходит. А чья подходит, вопрос? Ну, я понял, что курица не подходит. Только что тогда подходит, вопрос? Все-таки здесь, получается, краски нет, да? Или есть, или нет. Можно ли насверлить с вот этой застывшей? Нет, скорее всего, задумка здесь такая, что насверлить можно только из бака, который герметичен, закрыт. Вероятный хозяин челнока с краской занимается... Что это такое? А, сетчатка, смотри, прикольно. Это мы сейчас возьмем с собой и отсканируем. А, так, мы с вами никуда не успеваем. По-хорошему, вот сюда еще кислородную станцию поставить. Давайте попробуем по-быстрому отсканировать. Может быть, получится вернуться на базу. Так, свинцовая краска. А, нам нужно две. Так или иначе, нам нужно две. Вот что делать сейчас, вопрос. Давайте, наверное, ставить кислородную станцию здесь. У нас будет такая небольшая дозаправка, потому что не вытягиваю я пока на этих баллонах. Далеко слишком летать не получается. А здесь еще хочется немножко покружить, пообследовать вот это место. Может, мы найдем что-то полезное здесь еще. Так, это я сканировал, кстати, недавно. Такой стульчик, креслец отсканировал. Но, по всей видимости, особо ничего тут такого нет. Если, может быть, только здесь что-то мы сможем найти. Краска застывшая, к сожалению. Но бесполезная. Так, ясно. Ну что, погнали тогда, наверное. Еще все-таки вот отсмотрю снизу, да, до конца. Убежусь, убеждюсь, что здесь ничего нет. Хотя, может быть, и есть. Ладно, погнали туда. Еще подсверлим немножко красочки и будем возвращаться. Да, тяжеловато передвигаться здесь. Нужно нам что-то такое, чтобы прям вот по-быстрому летать. Но скоро у нас эта штука появится. Пока будем кислородными станциями вот так вот себе путь прокладывать. И по ним уже будем передвигаться. Прикольно, конечно, сделано. Обалденно, прям влетаешь. Чувствуются, во-первых, масштабы огромные. Во-вторых, такая теплота. Вот теплый свет от этой краски. Хотя, как утверждает компьютер, она очень-очень токсичная. Я вот не помню, но вроде бы мне кажется, что здесь где-то был. Кстати, она просто летает в воздухе. Ничего сверлить не надо. Прикольно. Собираем тогда, по возможности, как можно больше. Немножко не то, что мне нужно. А что у нас с кислородом? Сорок. Ну что, в принципе, нам, наверное, на первое время должно хватить. Я не знаю, можно ли здесь где-то было пополнить кислород. Возможно. Я уже этого не помню точно, но давайте возвращаться. Сейчас обратно. Краска у нас есть на крафт шлема, он у нас тоже есть. Кстати, смотрите, мы залетели сюда, вот этот резервуар гигантский с краской, и у нас поползла радиация сразу. То есть нам очень нужен вот этот костюм, который мы в итоге сейчас сделаем полностью, и у нас будет хотя бы хоть какая-то защита от радиации. Так, не дотягиваю я вовремя, немножко умру, но совсем чуть-чуть. Ладно, 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 нормально все. Со мной не соскучишься, друг. Тихо, подожди, не, не заправим, давай-ка вот так вот сперва. Сейчас сделаем вот так, потом заправим, посмотрим, что это нам даст в итоге. Потому что, скорее всего, мы сейчас почти под ноль высосем отсюда кислород. Кислородная станция неплоха, да? Если перевернуть ее, навевает интересные мысли. Всякие разные. Жалко, что вот здесь вот как-то красочки не летают. Вот такие же, аж медки. Хотя это тоже вроде бы бак с краской. Но компьютер сказал о том, что здесь нет смысла ее искать. Дескать, она вся замерзла и стала просто бесполезна. Хотя вот там вот что-то есть, смотрите-ка, да? Давайте-ка заглянем. Кто его знает? Вдруг что-то полезное. Нет, просто замерзшая краска. Жалко, что ее здесь нет, конечно. Было бы гораздо проще досюда, чем туда. Так, нет, галушка-то мне не нужна пока. И никак же ведь внутрь нельзя, да, попасть. Получается, челнок полностью до краев заполнен был этой краской. Где он и станции кислорода? Вот он. Вот он. Но что интересно, друзья, смотрите, то есть станции этих в итоге нам нужно, ну, достаточное количество. То есть сейчас, когда мы полетим за стеклом, это будет второй момент, куда мы отправимся. С собой нужно будет взять две, а то и три таких кислородных станций. Сейчас нужно будет их обязательно сделать. И может быть мы сейчас на почтовый челнок сгоняем, или как там, почтовый, почтовый отсек. И там, может быть, попытаемся еще поковырять вот эти гигантские ящики, чтобы что-нибудь оттуда ценное добыть. Так, не помню, я вот был на тебе кусочек. Я тебя уже грабил? Так, делаем сразу, наверное, вот эту штуку. Нам нужно... А, нам нужно стекло. Вот, мы в любом случае уперлись в стекло. Ну, ничего страшного. Свинцовая краска у нас имеется. Такая краска у нас имеется. Давайте, наверное, сейчас мы все вот это дело выбрасываем. По максимуму освобождаем себе инвентарь. Сделаем, наверное, еще сейчас одну аптечку про запасик. Потому что, что-то смотрю, потекло на здоровье. Делается и спирта, и ткани. Кислородная свеча у нас есть. Давайте сразу сейчас смотрим объекты станции. Утолщенная изолента и алюминий. Краску взял, пока не надо. Где-то вот алюминий был. Вот он. Но по-хорошему надо бы еще, наверное, да? То есть нам нужна еще одна изолента. Еще один алюминий. И еще одна кислородная свеча. Этого добра у нас хватает пока что. Алюминий? Where are you? Алюминий, ты где? Подожди. Вот. Хорошо. Кстати, алюминий заканчивается. Надо бы это... Надо бы сделать. Заправщик. Ну, пока, наверное, нет. Пока не требуется. Хорошо. Здоровье. Тоже пока повременим. Две аптечки у нас с собой. Глаз, наверное, давайте выбросим. Пускай валяется где-нибудь там. Хорошо. Сохраняемся и отправляемся с вами на новую разведку. Стекло у нас 654. Стекло поближе будет, конечно. Поприятнее. Но я хочу вот сюда залететь. Я тут, по-моему, какую-то штуку такую увидел. А, это был приемник. Это приемник вид снизу. Я понял. Металл соберем. Все равно не бывает лишним он. Опасность обледенения. Да ладно тебе. Не парься. Все нормально. Так, так, так. Хочу осмотреть. Еще кое-какие здесь обломки. Вот этот кусочек, например. Что здесь интересного может быть? А уже потом рванем с вами на вылазку. А, так мы здесь были с вами, да? Да, да, да. Мы здесь нашли ту самую шаурму. Так, и здесь были. А, вот там вот вопрос были. Давайте-ка вот сюда сейчас залетим, посмотрим. По-моему, да. По-моему, здесь чувака расплющило. Алюминий, да? Хорошо. Пока вроде бы нам ничего не нужно. Давайте вот сюда пополняем кислород и стартуем заново. Опять я не сделал полезную штуку. Это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Так, смотрите, что-то тут нашлось в итоге по пути. Как там, спасатели похожи на похоронные, но мне всегда хотелось узнать принцип работы их фонариков, не требующих подзарядки. Предлагаю совершить с трупом акт мародерства в научных целях. Так, давайте-ка его рассмотрим. Мы уже на стекло сейчас не попадаем. Спасатель. Спасатель на синенький. Бедолагу зажало самого, да? Не смог спастись. Ну тогда, тогда давайте возвращаться назад. Вот видите, по пути нашли что-то интересное. И есть возможность скрафтить себе фонарик. Это тоже очень полезная тема. Давайте это сделаем. Кстати, а внизу, по-моему... Нет, там у нас кислород. Где этот извращенец-то в итоге был? С наручниками. Черт, я потерялся в пространстве немножко. Ладно. Погнали скрафтим фонарик себе. Я думаю, что не зря он нам попался здесь по пути. Скорее всего пригодится. Посмотрим снаряжение. Фонарик, батарейка, лампочка, пластик. Элементарно. Причем фонарик состоит из батарейки, лампочки и пластика, по большому счету. Все верно. Так, пластик, батарейка, лампочка. Нагрудный фонарик на батарейке светит недолго, постоянно разряжается, но если засунуть в рот, щеки станут красными. Что делает его крайне... Дочитаю. Что делает его крайне полезным элементом экипировки. Согласен, с этим не поспоришь. Ну что ж, и третий раз он собрался идти за стеклом, и третий раз что-то его остановило. Но ничего. Почему-то мне говорит опасность обледенения. Хотя я вроде в настройках поменял... Поменял фонарик на F. А, он все-таки остался почему-то на колесике. Ладно, потом поменяю, как мне удобно сделаю. Ммм, вот местечко тоже подсвечивается, да, неспроста. Мы сейчас туда залетим. Только бы мне хватило всего, что нужно для добычи стекла, потому что если не хватит, будет мега обидно на самом деле. Если у меня какого-то инструмента с собой не будет. Ну, вроде бы у меня есть лом, дрель, есть щуп. Система температурного контроля оказалась крайне надежной и работает даже при полном уничтожении челнока, но разбирать и исследовать ее я бы не рекомендовал. А, здесь просто можно погреться. Хорошо. Это правильно. Это верно. Вот хочется лететь через эти обломки, да, чтобы там какие-то места интереса находить. Но здесь опасно, здесь можно замерзнуть. Я думаю, что уже нужно ставить одну из станций вот где-то здесь. Да, давайте ставить. Ну что интересно, ее же можно с собой забирать, да? Да, можно не забирать. Можно оставить ее, как... Такой перевалочный пункт. Замерзаем, замерзаем жестко. Лети, друг, давай, справляйся как хочешь. Тащи. Кладбище спасательных челноков. Зона эвакуации совсем близко, но такое количество обломков не добавляет оптимизма. Жесть, мы практически замерзли. Смотрите, там уже ничего не осталось на экране, ничего не видно. Вот здесь, по-моему, можно погреться. Быстрее, быстрее, друг, давай, залетай. С трудом там бежу. Ранее рекомендуется дотрагиваться до осколков стекла руками. Крохотные занозы способны пробить тонкую ткань скафандра и привести к легкому приступу смерти. Так, хорошо. Добыть пластик, а это ломом добывается. Стоп, где стекло? Вопрос. Вопрос, вопрос. Так, опасность обледенения. Сейчас мы разберемся с вами, где здесь стекло. Честно говоря, я забыл. Я помню, что такие кружочки похожие на лед, только острые они, по-моему. А, может быть, вот здесь, где-то, в этом челноке? Давайте заглянем. А, кстати, стоп. Ну, как раз здесь станция нам и пригодится. Более чем. Самое полезное расположение в том месте, где нам нужно искать ресурс. Да, вот, по-моему, они вроде бы. Требуется щуп. Вот, смотрите, щуп. Очень здорово, что я его взял. Не помню, сколько нам нужно стекла, но нам желательно бы погреться, сгонять. Слушай, колотун какой здесь вообще жесткий. Обалдеть. А, вот они внутри здесь были. Я почему-то думал, что это лед. Хорошо, хорошо. До спасателей не так уж и далеко остается, но пока еще не время. К ним еще пока идти не время. Так, это лед. Вот здесь что-нибудь есть интересного? Здесь можно просто погреться. Слушай, как грамотно сделано все, да? Вот вы посмотрите. То есть функционирует система обогрева даже после крушения. Здорово. А, ну вот здесь что-нибудь. А, подожди, кислород. Вот сейчас лучше затариться. Отлично. Так, ну как-то не особо здесь что-то есть, да, такое? Нужное, полезное. Может быть там вот где-то в высоте, на вышине что-то имеется. Тем более призывно мигает лампочка, намекая, может быть, на то, что нам следует осмотреть этот обломок. Нет, кроме холодрыги. Жесткой причем. Вообще ничего нет. Ладно, сейчас греемся вот здесь и с вами отправляемся обратно крафтить себе шлем. Ну что, все. Я думаю, можно выдвигаться. Силородная станция 200 метров, мне кажется, нам должно хватить. Нашего запаса, чтобы не тратить сейчас пока у этой кислородной станции запас, потому что, скорее всего, при помощи вот этого маршрута мы с вами будем добираться до спасателей, будем прокладывать себе путь. Так, вот там вот в высоте прям какой-то обломочек, да, смотрите, висит. А я был на нем? Не факт. Не помню. По-моему, даже нет. Нет. Братан, братан, выруливаем отсюда, давай шустрей. Нет, 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 нет. Ну все, я уже вышел. Вышел за пределы этой местности. Давай быстрее. Ааа, вот это плохо. Рукой протри, ну что ж ты, я не знаю, как... Как этот, как глупый какой-то. Давай. Все, ура, мы вышли. Вышли из вечной мерзлоты. Черт ее дери. Не, ну я там не был, по-моему. Хочу, хочу туда. Давайте сейчас до дома и туда. Что-то он очень высоко, этот кусочек. Мне кажется, там что-то должно быть интересное. Блин, неплохо бы, конечно, с более какими-то... С большим количеством, точнее, ресурсов возвращаться. А то я тут стеклышко немножко собрал, а можно было бы, конечно, побольше всего собрать. Вот, например, пластик. Пока есть у нас кислород и есть желание. Пофармить. Количество сбитых старушек впечатляет, как и сам факт сбивания старушек в космосе. Еще бы. С этим невозможно не согласиться. Так, хорошо. Вот это нам будет сейчас нужно. Давайте дальше посмотрим, что нам нужно еще для создания шлема. Один алюминий, которого... Которого... Которого у нас нет. Серьезно. Подожди. Прям нет-нет или есть, но один. Прям нет-нет. Алюминия, смотри. Ну, погнали. Погнали бурить, сверлить. Давайте возьмем вот эту дрель, чтобы она сломалась и не занимала место в инвентаре. А мы с вами пойдем сейчас тогда посверлим немножко алюминия на местных астероидах. Нет, это лед. Это не то. Это не алюминий. Сейчас бы алюминия искать. Слушайте, видок какой-то обалденно. Что же за планета вот рядом с нами? Интересно, на Землю не похоже. Слишком большая и куча всяких разных планет еще вокруг. Да ладно. Ну, окей. Мы, конечно, найдем сейчас где-то его. Рано или поздно. Но вот это тоже не алюминий. Давайте, наверное, вот здесь мы с вами сможем пополнить кислород, заодно здесь сейчас и поищем алюминий. По-моему, вижу. По-моему, вижу. Вот, мне кажется. Вот он. Далековато, конечно, черт возьми. Да и замерзнуть можно. Нет, это лед. Жесть. Нет, где алюминий? Почему? Игра, дай. Дай мой алюминий. Это тоже не он, да? Это щелочь, скорее всего. Давайте тоже надергаем, пока мы рядом. Потому что потом будем так же искать, как алюминий. Хорошо, немножко подергали. По-моему, вижу. Да, вижу вот там, но нам нужен кислород. Сейчас тогда сыграем с вами от челнока. Хотя можно было бы, наверное, 50 кислород довольно много. Лучше перестрахуемся. И сохранимся пока, наверное. Да, вот они, две жилы алюминия даже. Здорово. Не-не-не, все у нас есть, не ври. Хорошо. Тогда осмотрим, наверное, до конца этот кусочек. Может быть, еще здесь есть жилы алюминия. Это было бы очень кстати. Чтобы мы прям хорошо подфармили. Но, по-моему, нет. Вот здесь горит вот это вот место интереса, меточка, да. Но, скорее всего, они... Хотя нет, другие метки вроде как исчезли. Да, по-моему. Здесь вот еще есть столик такой. Я на нем записочку нашел. Ну и что-то как-то все. Соберем приколяжки. По-моему, здесь где-то еще ящик летал, мне кажется. Или я его разломал, уже не помню. Сейчас отлетим немного в сторону. Это что такое? А, новичок, смотри. Таблик для мусковой силы. Помню, в детстве сожрал целую пачку, думая, что это конфеты. Тогда я впервые открыл некоторые особенности организма, вроде возможности неудержимой рвоты и диареи одновременно. Прикольно. Новичок, плацебо. Таблетки, покрытые оболочкой, теперь со вкусом банана. Жесть. Вот, мы с вами все. Мы с вами провели это расследование, и метка у нас исчезла. Улики собраны. Расследование успешно завершено. Очевидно, что жертва была отравлена боевым химикатом. Новичок за измену родине. Что подтверждается шифровкой из записки, которую агент потерял на месте преступление. Здесь явно прослеживается рука спецслужб. Намек, да, друзья? Ну, кто понял, тот понял, кто нет, тот нет. Вот так и останется неведение, что за спецслужбы, почему отравили и так далее. Значит, что мы с вами делаем? Мы делаем вот эту штуку, наконец-то. В связи с высокотоксичностью краски обновленного скафандра, вероятность вашей гибели от радиации становится ниже, чем вероятность гибели от самого скафандра. В связи с этим допускается возможность полета к точке эвакуации. Вот, собственно, и все. Ну как, все? Нам с вами еще и играть, и играть, но это важный этап. Мы с вами его выполнили. Давайте, наверное, часть ресурсов сейчас выложим. А вот, кстати, интересно, да? Знаете что? Очень много ресурсов у нас здесь останется. Вообще куча ресурсов, просто жесть. Это все бросать очень жалко, потому что игра не закончится. Ладно, не буду пока ничего говорить. Не буду, как говорится, спойлерить. Так, давай, ешь, пей, жуй, орбит. Сейчас еще сделаем немножко себе еды. И водички сейчас вот здесь себе воспроизведем. Так, нам нужно сделать так, чтобы у нас была одна бутылочка и... Один пакетик с едой. Даже два пакетика, которые мы один выложим себе в ящик. Лев закончился, но это не проблема вообще. На это мы с вами дело нафармим здесь. На изи. Вот так, с собой, с собой. Хотя с собой пока, наверное, брать ничего не будем. Давайте все по максимуму сейчас вот сюда вываливаем. Потому что я бы хотел сейчас заглянуть в одно местечко. Аптечка. Ну, наверное, да. Наверное, одну съедим. Много, конечно, я расходую здоровья здесь, так скажем. Ну, может быть, впустую, может быть, нет. Но ничего не поделаешь. Где-то вот обломок там высоко был. Во. Вот этот обломок я хотел смотреть. Давайте-ка залещу к нему. Ммм, здесь у нас медок, да? Ну, можно собирать, можно не собирать, конечно. Конечно, не слишком такая штука прям мега полезная. А здесь, как выясняется, ничего собственного нет. Только несколько вот таких вот больших ящиков. Давайте раздолбим их. Посмотрим, что внутри там имеется интересного. Вот, вот, вот. Это хорошо, потому что резина как-то не идет к нам, да? Таким потоком, как, например, все остальное. Слушайте, здорово. Резина пригодится. Ножницы, ну, в меньшей степени, конечно. Че-то прям много резины, но это хорошо. Удачный обломок. Ну и вроде как все, да? Немножко металла. И нам надо домой, надо домой, надо домой. Давай, хватай. Погнали, быстрее. Нет, я не успею. 200 метров я не успею преодолеть за такое время. Давай, давай, друг, давай, быстрее. Я уже ерзаю на стуле, не могу. Не, не успею, по-любому. Ну, ладно, ничего страшного. Немножко, немножко потрепим нашего главного героя. Все равно он супер-мужчина. Ему здесь всякие вот эти вот мирские опасности не страшны. Пока выкладываем. Я, честно говоря, даже не знаю. Но сюда нам с вами, ну, когда-то придется вернуться, все вот это забрать. Потому что, ну, столько всего полезного здесь. Смотрите, да? Это только на полу, а сколько еще в ящике лежит. Классно. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом моменте мы с вами закончим наше сегодняшнее выживание. Продолжим уже в следующей серии. И нам как раз-таки дорога уже лежит до точки эвакуации. Где произойдут довольно интересные события, но не будем забегать вперед. Все, кто не смотрел предыдущие мои прохождения этой игры, я думаю, что с удовольствием дождутся этого момента. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.